Следующий шаг, который нам необходимо предпринять, это выбрать текстовый редактор или среду разработки, где мы будем с вами писать JavaScript Но здесь стоит пояснить Я ранее говорил о том, что для того, чтобы писать на языке JavaScript, нам достаточно просто использовать любой текстовый файл Соответственно, любой текстовый файл мы можем редактировать и в блокноте И это правда, мы действительно можем так делать Но мы все же выберем современную среду разработки, которая будет называться Visual Studio Code Потому что подобные программы, они очень сильно упрощают написание языка JavaScript Они подсвечивают синтаксис, что очень сильно помогает в понимании кода И в них есть большое количество возможностей, которые мы с вами будем постепенно разбирать в течение данного курса Поэтому я зашел сейчас в Google, написал Visual Studio Code Это название редактора, который мы будем использовать, который был разработан компанией Microsoft Что интересно, тут написано, что данный редактор также написан на языке JavaScript Поэтому, также он является у нас бесплатным, поэтому я очень рекомендую его использовать для прохождения данного курса Давайте мы перейдем по ссылке данного редактора Это код visualstudio.com И здесь, так как я использую операционную систему macOS, то здесь написана кнопка Download for Mac Однако, если вы используете Windows, то по идее здесь будет написано Download for Windows И вы также сможете его скачать и установить В принципе, здесь нет ничего сложного Поэтому просто скачиваете архив, устанавливаете И когда вы откроете программу, вы увидите примерно следующее Так выглядит наш редактор И давайте я покажу какую-то, например, базовую настройку того, что нам потребуется в данном курсе Здесь, по сути, у нас есть левое меню В котором как раз-таки есть основные элементы, которые используются в данном редакторе Мы будем пользоваться в основном самой верхней вкладкой, где показаны текущие открытые файлы И для того, чтобы начать работу, нам достаточно будет создать или открыть новую папку, где мы будем хранить файл нашего проекта Поэтому давайте я, допустим, создам в папке Projects новую папку Назову ее, допустим, JavaScript Нажму создать И после этого нажму открыть Отлично, у меня появляется новое окно И теперь мы видим, что у меня есть здесь название данного проекта Где я могу создавать различные файлы, нажав на данную кнопку Например, давайте мы начнем с создания файла index.html И мы, соответственно, получаем данный файл Также мы можем здесь создавать новые папки, например Обновлять, если что-то закэшировалось и так далее Что вам потребуется еще для начала работы с данным текстовым редактором? По сути, конечно, можно оставить и базовую настройку, но я рекомендую установить некоторые плагины Плагины устанавливаются у нас в самом нижнем меню Называются они расширения И у меня уже включены некоторые расширения Например, я очень рекомендую установить плагин, который называется Bracket Pair Colorizer У него, как видите, 3 миллиона скачиваний И как мы можем его установить? Потому что у вас, скорее всего, не будет ни одного плагина включенного Достаточно будет просто написать в поиске название данного плагина То есть, например, я пишу Bracket Pair Colorizer И, как видите, в первой списке у меня появляется данный плагин Здесь у вас будет кнопочка «Установить» У меня здесь же кнопочка «Отключить» или «Отключить рабочую область», потому что он уже установлен Но на примере неустановленного плагина у вас будет примерно такая картина Поэтому устанавливайте первую версию Данный плагин, он отвечает немножечко за понимание кода То есть, он будет просто подсвечивать определенные фигурные скобочки Которые впоследствии нам потребуется как-то воспринимать И он делает это понимание чуть проще Также следующий, который плагин нам потребуется Также нам потребуется плагин Live Server Называется он, собственно, Live Server У него также 2 миллиона скачиваний И в процессе курса я покажу, как мы будем его использовать Это значительно упростит нам разработку Также я рекомендую установить плагин OpenIn Browser Название вы видите здесь на экране И это позволит нам моментально открывать определенные наши скрипты Или HTML-файлы прямо в браузере для быстрого тестирования Также что нам потребуется? Скорее всего, нам потребуется еще такой плагин, который называется JSVS Code Icons У него вообще 10 миллионов скачиваний И на самом деле он просто добавляет красивые иконки для различных файлов То есть, например, если мы создали HTML-файл, то он подсвечивается такой иконкой Давайте, допустим, создадим styles.css файл И мы получаем красивую иконку для CSS И, например, давайте создадим, допустим, script.js Первый JavaScript-файл И, соответственно, он у нас подсвечивается другой иконкой То есть, это достаточно удобно, но не обязательно Что также присутствует в данном редакторе? У нас есть здесь внизу слева такая иконка шестеренки При нажатии на которую мы можем попасть в различные настройки Например, мы можем зайти в пункт меню параметра И, скажем, если вы хотите увеличить размер шрифта То мы можем здесь прописать фонд И здесь найти, например, размер фонта, который мы хотим установить То есть, например, сейчас, если мы напишем какой-то HTML-код Допустим, HTML То увидите, что у меня достаточно большой шрифт Однако, если я перейду сюда, допустим, здесь поставлю 16 Сохранения будут внесены автоматически То, как видите, шрифт у меня просто уменьшается Но для того, чтобы вам было комфортнее смотреть на экран То я оставлю 20, однако вы можете этим управлять И также здесь вы можете посмотреть удобное меню Которое позволяет делать навигацию среди определенных настроек Также вы можете изменить и цветовую схему данного редактора То есть, например, выбрать пункт меню цветовая тема И выбрать различные вариации того, что мы можем здесь использовать Встроенные какие-то темы Я оставлю дефолтную тему по умолчанию Мне нравится черная тема Но вы также можете это настроить Или скачать какие-то другие темы, которые вам понравятся Что интересно в данном редакторе еще Мы на протяжении данного курса будем с вами использовать Не только написание кода То есть мы не будем только писать какие-то команды в файлах Мы также будем использовать еще и терминал Пока что об этом мы не будем говорить подробно Но, однако, в данном редакторе присутствует уже встроенный терминал Который, по сути, представляет обычную консоль Которая открыта уже непосредственно в данном проекте Но, опять же, пока что не нужно думать про это Мы с вами будем затрагивать это отдельно Для того, чтобы вызвать терминал Мы можем перейти в пункт меню вид И здесь нажать кнопочку терминал И у нас появляется терминал Примерно таким образом На Windows там будет очень похоже все То есть там будет такое же меню сверху Где будет пункт меню вид И, соответственно, там можно будет выбрать терминал Что еще классного есть в данном редакторе Например, если мы с вами будем пользоваться А мы будем пользоваться и писать какие-то HTML теги То мы можем воспользоваться интересным плагином Который уже встроен в данный редактор Который называется Emmet Что это означает? Это означает, что мы с вами можем писать Различные теги в HTML Очень просто То есть использовать, например, базовые конструкции Писать просто теги Например, здесь я пишу head И у меня получается заполнение здесь Допустим, тег body И здесь, допустим, я могу писать какие-то теги Например, div Тут какой-то текст И так далее Но с помощью плагина Emmet Мы можем делать это намного быстрее Например, если я просто поставлю восклицательный знак И после этого нажму tab То мы здесь увидим с вами полностью генерированный каркас HTML 5 И это очень удобно Потому что мы будем часто это делать И это касается не только общего каркаса Но и в принципе любых тегов Например, мы можем просто написать любой тег Очень просто написать его название Дальше нажать tab И он преобразуется в полноценный тег Например, если нам нужно создать какой-то определенный элемент с классом То мы можем написать название тега p Дальше указать селектор класса как точка Написать, допустим, название класса Класс nay И после этого нажать tab И мы с вами получим Параграф с данным классом То же самое касается id Мы можем просто поставить решетку Не можем просто поставить решетку Можем написать название id После этого нажать tab И ничего не сработает Скорее всего это потому, что изначально Данный редактор не смог распознать как селектор Давайте попробуем заново Например, div с тегом С id id Нажимаем tab И он преобразуется вот в ту конструкцию, которую мы и хотели По сути, это базовые возможности данного плагина Возможно, мы с вами затронем какие-то еще его возможности Ну, я, конечно же, про них расскажу Однако данная возможность Она позволяет очень просто разрабатывать Какие-то однотипные элементы Например, написание тегов Как раз-таки это одна из немногих причин Которые нам и позволяют выбрать Просто какой-то редактор А не, например, блокнот Поэтому с редактором, я думаю, мы разобрались И давайте теперь двигаться дальше